За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Донецко-Луганском направлении российская армия наступает с направления Спорного на Северск. По пути расположено село Иванодаревка, где находятся крупные силы личного состава и техники противника. ВСУ, понимая важность засловно на этом направлении, перебрасывает подразделения 10-й отдельной горно-штурмовой бригады усиленных ПТРК. Украинская группировка прикрывает воздух с помощью зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10», еще советского производства. Союзные войска для более успешного наступления к Северску активно используют реактивную систему залпового огня. На Николаевско-Криворожском направлении ВСУ пытались прощупать оборону российских войск, проводя разведку боем и забрасывая диверсионно-разведывательные группы в районе посад Пахровского и Степной долины. Однако намерения противника были пресечены огнем артиллерии, которая покрошила украинские позиции настолько сильно, что бойцы ВСУ самовольные и без приказа покинули посад Покровская, которая теперь находится в серой зоне. Российские войска пока не торопятся взять данный населенный пункт. В районе Белой Креницы были сбиты штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 ВВС Украины. Ракетный удар был нанесен украинской стороной Покоховской ГЭС в Новой Каховке. Есть пострадавшие. Тем не менее, российское ПВО удалось перехватить большую часть ударов и тем самым предотвратить выход из строя важного хозяйственного объекта для Херсонской области. В Одесской области уничтожены две установки ракетного берегового комплекса «Гарпун», полученные из Великобритании. Украинские беспилотники обстреляли автомобильную заправочную станцию приграничного села Ново-Юрковича Брянской области. В Курской области в селе Крупец была совершена атака на пост российских пограничников, куда беспилотник сбросил взрывное устройство. По остальным фронтам без особых изменений.